Короче, всем привет! Это, короче, обзор. Обзор, сколько я получил за этот месяц. Сколько я заработал, сколько я стоял, сколько я проехал. Ну и такое вот, короче, в общем, по мелочи. В общем, короче, за месяц, ну вот я брал от одного числа до следующего числа следующего месяца. То есть я провел в Трипе, в общем, 30 дней. За 30 дней я получил 5260 тысяч. За 30 дней я получил 5260 долларов. Их 2130 я потратил на бензин. И вот осталось у меня 3130. Ну, получается, это как чистыми за целый месяц. Ну, я из этого еще не вычитывал еду. Ну, это уже такое, это уже, ну, грубо говоря, потребности человека. Как бы это уже мелочи. Там уже все остальное. Главный вот расход. Самый главный расход был на бензин. Вот, бензин 2130. В Трипе я провел 30 дней. Из 30 дней я... 18 дней я просто стоял без груза, но, ну, просто вот вообще стоял, ничего не делал, то есть груза не было. Я не знал, что с этим делать. Ну, как бы... Ну, как есть, так есть. Вот, 18 дней я стоял без груза. И 12 дней я был в пути. То есть 12 дней я отработал. Вот, за 12 дней я проехал 7800 миль. Ну, там, 790 с чем-то, ну, такие, короче, копейки. Ну, грубо говоря, вот, округляем 7800, потому что... Ну, это 7800 я считал по Трипу, который у меня был, ну, скажем так, в листе по, по-моему, маршруту. Да, вот, ну, маршрут, я, допустим, приезжаю на точку, вот от этой точки уже считается до следующей точки Трип. И от этой точки пустые мили еще считается там. Да, вот, в этом, в общем, 7800 там и груженные, и пустые мили вместе. Ну, если, в общем, взять среднее, если я даже, ну, если учитывать и дни, что я стоял, то, в общем, у меня получается 104 бакса в день. Ну, то есть, ну, это очень мало. Но я сейчас работаю без документов, поэтому для меня это неплохой вариант. Я, как бы, за квартиру не плачу, все траты у меня только уходят вот на бензин и на еду. Деньги еще остаются у меня, поэтому... Ну, для начала, так сказать, неплохо, если бы еще вот эти вот 18 дней я не стоял, если бы я эти 18 дней еще отработал, то есть, как бы, ну, если за 12 дней я получил, ну, вот, 5000 из-за вот этих вот 18 дней, если еще, ну, допустим, если бы я 24 дня катался, то есть, это было бы уже 10 тысяч, да. Вот. Ну, что есть, то есть. В этом месяце у меня простоев чуть поменьше, в этом месяце я заработал уже чуть побольше, но об этом в следующий раз. Конечно, вот так вот работать на кого-то деньги вообще совсем не те. Я вот сколько смотрю пацанов на ютубе, они тоже вот на своих траках все работают, и там совершенно дорогие деньги. Я вот здесь тоже познакомился с парнем, тоже он владелец своего трака, тоже у него бокс-трак. Размер, ну, у него такой же, как у меня. Ну, и вот, он говорил, что у него в среднем чистыми за месяц где-то 7, 8, 9, 7, ой, 8-9 тысяч получается, но это уже чистыми. Вычитывая там все страховки, амортизационную машину и прочего. Ну, как бы в месяц получаете, ну, не знаю, вот на старте, когда он так вот приехал, как бы даже 8-9 тысяч было бы отлично. Ну, вот я работаю на дядю, у меня есть простой, и, конечно, вот эти простой не от меня зависят. Я бы, конечно, работал бы и чаще, я бы не хотел вот так вот стоять, потому что я его жду, иногда бываю по нескольких дней. Я вот в самом начале приехал, ждал 2 недели, там ничего не было. Потом вот здесь вот, ну, уже в конце месяца я почти тоже 2 недели, можно сказать, просидел без работы, тоже ждал. В Сан-Диего я уехал, я там пусть и 6 дней сидел без работы, ну или 5. Ну, примерно так, короче, не суть. Короче, суть в том, что если бы было меньше простоев, я бы заработал, конечно, больше денег, но пока вот что есть, то есть, так что оставайтесь на канале, смотрите, смотрите, что дальше будет. Может, потом поменяю работу, может, что-нибудь изменится. Ну, конечно же, в дальнейшем я не собираюсь так бы продолжать работать на дядю бесконечно. В планах, конечно же, накопить свои деньги, открыть свой бизнес, непонятно пока что, чем заниматься, но на кого-то работать – это такое себе удовольствие, даже, наверное, это не удовольствие, это просто так себе на кого-то работать, потому что ты все время зависишь от человека, но тебе можно просто сказать, что, типа, денег тебе не даст, потому что здесь я уже много случаев слышал, что, как бы, люди обещают одно, человек отрабатывает определенное время, и по факту ему платят совершенно не те деньги, либо ему могут вообще даже не заплатить. И вот, и потом то, что ты работаешь без документов, без подписания какого-либо договора, и вот просто работаешь, грубо говоря, на птичьих правах, и те в любой момент могут сказать, типа, «До свидания, чувак», и ты потом пойдешь по всяким инстанциям писать заявление, все подряд, и это практически невозможно добиться правосудия, потому что, как бы, ну, те люди спросят, ну, а ты договор подписывал, нет, ну, значит, ну, а что ты хочешь от нас? Если там, ну, если как бы сумма большая задолженность, допустим, ну, от 10 тысяч, 20, ты выше, ну, тебе могут, ну, допустим, 30%, допустим, с этой суммы, как-то там через суд могут выиграть, но не всю сумму и не следствовал, потому что ты работаешь нелегально, ты работаешь без документов, и ты вообще не подписывал никакого договора с работодателем, поэтому вот это тяжело. В общем, вот такой обзор, небольшой, посчитали, сколько я получил, сколько я проехал, сколько заработал, сколько потратил, так что вот, веки чуть остаются. Вот, я буду продолжать пока что дальше кататься, это сейчас вот уже август идет, вот, неделя была очень хорошая, я работал, ну, буквально вот два дня отдыхал, и все, что время я буду идти. Конечно, побольше бы таких недель, потому что деньги есть. Вот, а я пойду дальше искать следующее приключение. Вот, весь приехал, остановился, пошел прогулялся, здесь смотрю, что есть. Можно, конечно, до пляжа доехать, но на пляже я уже был, да и я не знаю, где там машину бросить. Машину бросишь надолго, за ней могут приехать, эвакуировать. Я смотрел там, какие есть места, типа, ну, в основном можно искать, типа, какой-нибудь Walmart, там, комп-дип, а то, что парковка большая. И в основном, ну, то есть, если ты приехал, то есть там человек находится долго, ну, в среднем, минимум, ну, часа два можно намного газе потратить. То есть, ну, часа два, то точно никто тревожить не будет. А вот я вот смотрел там ехать, как бы, до этой линии, там, ну, в пределах вообще нету никаких так же магазинов. Здесь ближайший Walmart, наверное, ну, миль двадцать где-то ехать. Ну, это, ну, почти полчаса, чуть поменьше. До берега здесь, ну, на машине минут десять доехать. Ну, пешком часа полтора, ну, на машине минут десять. Вот, так что, так что, вот, гуляю по окраине, гуляю здесь, вот, зашел в какой-то буддийский храм. Ладно, короче, спасибо за просмотр. Так что, ставьте лайки, пишите комментарии, может, вам интересно еще, что хотите, чтобы вы услышали, чтобы я вам рассказал. Так что, пишите, постараюсь ответить. Так что, вот, для новых встреч, до новых встреч, до свидетельствия. Субтитры сделал DimaTorzok